Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и конечно случайные зрители. В этом видео я предлагаю познакомиться с загадочной рыбкой попугай. Действительно, об этой рыбке можно говорить часами, однако мы постараемся рассказать о самом важном и как можно короче. Цихлиды создают пары, и не только с подобными себе, но и с другими видами цихлид. Такая особенность дает возможность получать гибридов. Одним из таких гибридов является попугай. В 1991 году тайваньским селекционерам удалось получить потомство от скрещивания неопределенных цихлид, которые положило начало постоянно увеличивающейся группе гибридов, объединенных коммерческим названием рыба-попугай. Способ получения данных гибридов бережно оберегается их создателями и является коммерческой тайной. Однако многие разводчики цихлид считают, что эта рыбка попугай получена путем тройного скрещивания южноамериканских цихлид. По этой причине некоторые аквариумисты называют эту рыбку трехгибридный попугай. Такие гибриды не способны выжить в природе. По этой причине их содержат исключительно и только в аквариумах. Принято считать, что рыбка-попугай была получена в 1964 году с помощью циклозомы северум и циклозомы лабиатум в Тайване. Латинского названия данный вид гибрида не имеет. Существует только его коммерческое название попугай. Это и понятно. Так как энтузиасты из западных стран, так сказать, партия зеленых, борцы за гуманное отношение к содержанию и разведению домашних питомцев, требуют полного запрещения разведения и продажи попугая. Встает справедливый вопрос, почему? А все потому, что у них есть отклонения относительно других рыб. Давайте рассмотрим их подробнее. Первое отклонение – рот. Странные формы в виде сердечка. Второе отклонение – размер рта. На что влияет форма и размер рта? На то, что им сложно питаться и сложно противостоять другим рыбам. На этом анатомические отклонения не заканчиваются. Более того, для отдельных особей отклонения вызывают смерть. Третье отклонение – деформация позвоночника. Четвертое – деформация плавательного пузыря. Кроме всего этого, стоит отметить, что яркая окраска попугая также искусственна. Ну и напоследок добавлю, что разводить попугаев дома не получится. Почему это так? Тоже тайна, покрытая мраком. Одни считают, что данную рыбку фирмы-производители погружают в специальный раствор, что делает ее бесплодной. Другие говорят о том, что рыбка теряет способность плодиться при химическом окрашивании. Есть еще мнение о том, что поставляют только самок. Однако бывали случаи, когда один попугайчик откладывает икру и образовавшаяся пара охраняет ее, что говорит о том, что есть мальчик и девочка. Итог – икра всегда бесплодная. И нюанс – одна из самок начинает вести себя как самец и, вероятно, даже меняет пол. В общем, догадок у аквариумистов очень-очень много. Но стоит отметить, что при попытках скречивания попугая с другими видами цехлит иногда получается потомство. Это неоднократно зафиксированный факт. Хочется сказать и о том, что красит попугаев в разные цвета. Самый распространенный – красный и желтый. Иногда на этих рыб наносят рисунки, иероглифы, цветы и прочее. Называют такие рисунки – татуировки. Еще один нюанс, о котором мало кто говорит – поведение и характер этих рыб. Принято считать, что эта рыбка-попугай имеет пугливый характер, относительно спокойный, а порой и вообще мирный. Но это не всегда так. Те аквариумисты, через руки которых прошли сотни поставок рыб из стран Азии, наверняка подтвердят мои слова, что порой приходят партии агрессивных попугаев. Более того, если внимательно присмотреться к попугаям из разных партий с противоположным характером, можно легко заметить разницу в форме головы и как она перетекает в тело. На этой ноте стоит перейти к уходу и содержанию этой рыбки. Много страшилок было в начале видео, однако она была и остается популярной рыбкой. Излюбленной у опытных аквариумистов и просто любителей, живет эта рыбка при достойном содержании примерно 7-10 лет. И первое, что понадобится для достойного содержания – это просторный аквариум. Ведь попугайчик вырастает до 20 см, желательно, чтобы для пары попугаев был аквариум примерно 200 литров. Будет идеально, если в качестве грунта будет использоваться мелкая фракция. Все потому, что, как и другие циклиды, они любят рыться в грунте. В большинстве своем они пугливы. По крайней мере, пока они маленькие. Соответственно, в аквариуме необходимо разместить всевозможные укрытия. А вот растения лучше не сажать. В грязном аквариуме живут недолго. Хотя, на многие погрешности с водой закрывают, если так можно выразиться, глаза. Обязательно нужна фильтрация и аэрация. И еженедельные подмены воды. Примерно 15-20% от общего объема аквариума. Температура воды должна быть в пределах 24-27 градусов. Кислотность от 6 до 7. А жесткость около 25. Как уже говорил ранее, попадаются попугаи очень агрессивные, но попадаются они реже, чем с миролюбивым характером. По этой причине, говоря о том, с кем они уживаются, я буду иметь в виду более распространенных попугаев. Важно, чтоб рыбка, которая будет жить с попугаем, не была слишком мелкой. Невзирая на маленький рот, она вполне способна съесть неонов. А вот гуппи в рот не поместится, но это не оставит хищника, и он будет гоняться за гуппи и укусит ее раз, два, пять, десять, пока она точно не погибнет. Конечно, бывают исключения, но это редкость. Неплохо уживаются с различными тернецами и барбусами разных видов. Но идеально, если они будут жить с соразмерной рыбкой, с мирным или относительно мирным характером. При этом подходят даже некоторые виды цихлит. Черный нож, различные самы и даже аравана. Хочется сказать и о том, что рыбки-попугаи, будучи взрослыми рыбками, дают себя погладить и следят из аквариума за своим хозяином. Радуются, когда тот приближается к ним. В кормлении неприхотливы, но есть два важных нюанса, о которых нельзя забывать. Это рот и окрас. Помните, я говорил о искусственном окрашивании? По этой причине периодически необходимо поддерживать окрас с помощью кормов, обогащенных каротином. В целом же, из искусственных кормов хорошо подходят долгоплавающие гранулы и чипсы, живые и замороженные корма. В качестве разнообразия подойдет порубленное мясо и субпродукты. Напоследок, скажу о проявлении стресса у этих рыб. Стресс может быть вызван чем угодно, например, транспортировкой после покупки их в магазине. При этом, вы, скажем, покупаете ярко-красного попугая, привозите его домой, а он почернел, или покрылся черными пятнами, словно повалялся в углях. Не бойтесь, это нормальное явление для этих рыб. Черные пятна скоро исчезнут, и рыбка будет того цвета, которого и была до этого. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите лайк. Пишите комментарии под этим видео. Делитесь своим опытом по содержанию этих удивительных рыб. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, и до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok